Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 25 главу. Тогда подобно будет Царце Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда, став все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же, сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали «Чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят «Господи, Господи, отвори нам!» Но он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Такую притчу предлагает нам сегодня евангелист Матфей и Господь Иисус Христос для размышления над девами. Благоразумными одни из них, другие неблагоразумные. Святитель Иоанн Златоуст пишет об этом, что «Кто такие эти девы, разумные и неразумные?» Цитата. «Светильниками он называет здесь сам дар девства, чистоту, святости, аелеем, который был у них в сосуде, милосердие, помощь бедным». То есть здесь сразу свидетель Иоанн Златоуст говорит, что неразумные — это те, которые хоть и имели девство, хоть и имели обет безбрачия, который они дали Христу, как сказано в Евангелии было прежде. Есть копцы, которые от природы таковые, есть копцы, которые оскопили себя ради Христа, то есть дали обет по слушанию Богу, но если они не имели этого масла, то есть добродетели любви, то их девство не вменяется им в добродетель. Так и пишет. «Светильниками называет он здесь сам дар девства, чистоту, святости, аелеем, человеколюбие, милосердие, помощь бедным». То есть если у этих девственников не было человеколюбия, милосердия и помощи бедным, то их девство как бы не вменяется в девство. Далее свидетель Иоанн Златоуст также продолжает. Цитата. «Иисус Христос приводит эту притчу, которая может убедить в том, что имеющие девство и все другие добродетели, но чуждые дел милосердия, осуждаются вместе с людьми прелюбодейными. И весьма справедливо. Одними обладает плотская страсть, другими – сребролюбие. Но плотская страсть и сребролюбие не равны между собою, в силе. Первая, то есть плотская страсть, сильнее и мучительнее. Поэтому чем слабее противник, тем непростительные побежденные им девства». «За, как завершает так, за это-то Иисус Христос и называет их юродивыми. Они, совершив большой подвиг, за несовершеннейшее меньшего лишились своего». Конец цитаты. То есть девство, впрочем, в этой притче, можно и так сказать, в притче Христовой, означает не только чистоту телесную или целомудрие, в смысле духовном. Под именем девство должно разуметь также чистоту исповедания веры. Веры христианской, веры православной. Как наоборот, ересть и богообступничество можно уподобить нарушению девства. Действительно. Русь святая хранит веру православную. Мы имеем чистоту неповрежденной веры. Мы даже сами иногда не понимаем, бросаясь иногда в разные учения, размышления, а как же другие, а вот они сами даже не понимаем то, что нам вверено для исповедания и проповеди Евангелия в этом мире, неповрежденного Евангелия людям, как призыв в Царстве Христово. Блаженный Августин также пишет по этому поводу, «У мудрых дев елей истинный, смиренная любовь к Богу, у глупых неистинный. Это людская похвала, которая прекращается с концом жизни человеческой». Конец цитаты. То есть смотря кто что искал. Можно и в чистоте исповедания веры искать тщеславие, прославление себя. Можно и в девстве, в обете безврачия искать тщеславие, прославление себя. Но можно и нужно любить Христа, исповедуя Его в чистоте и ища славу Божию. Кто не ищет славу? Какой человек не ищет славу? Каждый ищет славу. Но, как сказано в книге пророка Еремии, «Прославляющих Меня прославлю и я». Поэтому, если кто-то хочет прославиться, прославляйте Бога. И Бог, если нужно, прославит нас. А если Бог захочет нас прославить, кто может этому воспрепятствовать? Никто. Ибо Он всесильный, всемогущий, всезнающий, всеведущий. Итак, мы видим, что в конце и в завершении этой притчи Господь говорит о том, что и дверь затворилась. На Востоке действительно есть такой обычай, что свадьбы проходят вечером. Не как у нас днем, а вечером. Потому что спадает жара, нет уже этого такого зноя. И когда люди обычно днем, они и не едят, а едят вот уже к вечеру. Потому что невозможно есть, когда жарко. И все свадьбы, они совершаются в основном ночью. То есть вечером начинается вся эта процессия. Невеста ждет жениха, она убрана. И действительно, на Востоке люди идут со светильниками. Невеста, те люди, которые ждут жениха, они состоят со светильниками. И вся эта свадебная процессия, когда берут невесту, и уже жених ведет ее в свой дворец. И вот один в свой дом. И один человек рассказывал, как он был однажды на Востоке, и эта процессия вся была. И они шли с фонарями и со светильниками. Но некоторые немного расслабились на фуршете, как он сказал. Перед этим был фуршет, гости пока собираются. Ну, и эти светильники, которые по традиции нужно было нести, они оставили. А по обычаю Востока, кто-то, кто не светильником, того не пускают уже в брачный черток жениха. И он говорит, я все тогда, вот этот человек рассказывал лично, говорит, я ощутил все состояние вот этого, когда вдруг, ну, конечно, это была такая небольшая шутка, но у кого не было светильников, всех пропускали. У кого были светильники, а у кого не было светильников, оставили за дверями. И двери захлопнули люди в этот шикарный ресторан, в котором там было это приглашение. И он говорит, я тогда вспомнил эту притчу, что и двери затворятся. И говорит, какой-то ужас меня охватил. Я как-то перекрестился, говорю, Господи, не дай Бог, говорит, чтобы со мной это произошло в последний день. Поэтому здесь действительно так и говорится, и двери затворились. Святеллиан Златоуст опять же пишет, после многих усилий, после великих трудов, после жестокой брани и побед над сильными влечениями природы, девы, со стыдом потупив взоры, то есть нерадивые девы, отошли с угасшими светильниками. Ничто так не омрачает девство, как недостаток милосердия. Конец цитаты. Поэтому Христос так и говорит, бодруствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Далее 14 стих. Ибо поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвав рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. Вот это вот важное замечание, каждому по его силе. Бог дает нам и таланты, и искушения не сверх наших сил. Если дал нам талант, то смотрит, как мы его реализовываем, во славу Божию или в тщеславие. Так и пишет дальше. И тот час отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший один талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов. Говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот твои. Следующий принес два, и два. А тот, которому был дан, как мы читаем дальше в притче, один талант, он закопал его и ничего не принес. И он услышал грозные слова. Подошел и получил один, и сказал один талант, 24 стих, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал». Беош пошел, закопал. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте не имеющему десять талантов. И всякой умеющим дастся и приумножится, а неумеющим отнимется и то, что имеет. И негодного раба, вот эти грозные слова, выбросите в отму внешнюю, там будет плач, их скрежет зубов». Сказав себе, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Каждый талант, который Господь нам дал, он необходим для того, чтобы прославить имя Божие. Господь говорит, прославляющих меня прославлю я. Что нуждается Бог в прославлении? Нет. Он Бог вездесущий и все имеющий. У Него есть все. Он Сам есть слава. Зачем же человеку необходимо прославлять Бога? Для того, чтобы Бог прославил его. Где? Если хотите, и в этой жизни. Если человек сможет еще преодолеть это искушение славой. Как сказано, дай человеку власти деньги, то есть славу. Посмотрите, как некоторых звезд их просто звездит. В общем-то, особо там ничего такого, если уж так внимательно послушать и посмотреть, не выражается в его словах и действиях. Но сколько гонора, сколько задранного носа. Зачем это все? Этот пафос ведет человека только к погибели. Нужно еще уметь эту славу перенести. И поэтому Господь видит, кому дать ее, кому нет, и кому в какой мере ее дать, чтобы не занесло, и чтобы не удалился человек от Царствия Божия. Единственная забота Бога по отношению к нам — это спасти нас и сохранить. Снова напомню, что написано у нас на тельном крестике, на классическом, на обратной стороне. Спаси и сохрани. Спаси, Господи, нас для Царствия Твоего и сохрани в этой жизни. Итак, мы видим, что этот человек закопал талант. Он его не приумножил. У преподобного Серафима Саровского есть удивительные слова. Он говорит так — торгуйте добродетелями. Что это значит? Что такое торгуйте добродетелями? Как-то не сразу понятно. Дело в том, что пока сегодня наступает время определенного года, скажем, наступает весна, клубника, смотрим, появляется. Наступает определенное время, смотрим, мед там появился, яблоки появились, арбузы, дыни. И в этот момент, когда этот товар ходовой, а пойдите на Новый год, ни одного не видел человека такого из Востока, чтобы он стоял, например, где-нибудь продавал арбузы. Во-первых, не сезон, во-вторых, никто их не хочет, в-третьих, они сами замерзнут, ну и, пожалуй, и сам он замерзнет. То есть торговать добродетелями — это необходимо, если хотите, скажу таким обычным словом, реализовывать свой талант, пока есть еще время. То есть если видит человек, что у него лучше получается, как однажды святейший, так, на миссионерском съезде были такие его слова, он сказал, делайте то, что у вас лучше получается. Это действительно так, это действительно очень мудро. Надо делать то, что ты не можешь делать. И Господь, как сказано, я сразу заметил это в начале чтения нашей притчи, Он сказал, что каждому дал по силе. То есть этому пять Он приумножил, а этому самое маленькое дал, а Он его даже не хотел приумножить для своего же личного блага. И мы читаем далее. «О негодного раба выбросите, как и сказано, когда же придет Сын Человеческий во славе своей, 31 стих, и святые ангелы с ним, тогда сядет Он на престоле славы своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую сторону». Здесь уже речь идет о страшном суде, о последнем страшном суде, который не минует никто, и на который придут все люди, которые жили на земле, и те, которые воскреснут в гробах, из гробов. Итак, у пророка Езекииля, между прочим, есть по этому поводу, по этому поводу следующее пророчество. А 34 глава, 17 стих сказано. «Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом». Вот как хочется, чтобы не остаться упертым бараном, да, и в страшном суде, противясь Слову Божию, не быть в этой стране, где там соберутся козлища. Будем молить господина Жатвы, чтобы Господь приумножал в нас таланты, чтобы не оказались ошую, а были бы с Богом одесную. Далее мы читаем. «Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его придите благосостоянно отца, мы его наследуйте, царствие, уготованное вам от создания мира». И далее говорится признаки того, как человек может наследовать это царствие. И на самом деле очень просты, но гордость, опять же, и тщеславие мешает нам в их осуществлении, исполнении в своей жизни. С 35 стиха. «Ибо я алкал, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Ничего сверхъестественного не требуется. Не говорится здесь «раздай имение и все отдай нищим». «Был нищий, накормили», говорится только о еде. «Был в темнице, даже не сказано, что придите, освободите, возьмите штурмом в тюрьму, и тогда наследовать царствие Божие, освободитесь там». Нет, просто посетите человека со Словом Божиим. «Был в тюрьме, был странником, и вы приняли меня». «Был нах, одели, был болен, и вы посетили больница, темница». Тогда праведники скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, и жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, и нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ «Истинно, говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали и мне». Тогда скажет тем, которые по левую сторону «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был лнах, и не одели меня, был болен в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, жаждущим, странником, нагим, больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажет им в ответ «Истинно говорю вам, как вы не сделали одному из малых сик, то не сделали мне». Мы видим, что здесь идет повторение. Господь повторяет одно и то же. Евангелист Матфея повторяет одно и то же. Зачем? Было уже сказано, все понятно. Но снова идет повторение. Это такая форма для того, чтобы это как-то запечатлилось в нашем сознании, чтобы мы поняли, что главная заповедь, которая выражается во всем Евангелии, главный добродетель всей жизни православного христианина, это любовь к Богу и любовь к ближнему. Но этой любви надо учиться у Бога. А этой любви сказано апостолу Павлу, что она долго терпит, милосердствует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется. Церковь Христова, церковь православная, это школа любви, где нам необходимо учиться у Бога, как правильно любить ближних своих. И нам даже дается здесь подсказка, как это сделать. Посетить в темнице человека, накормить голодного, приютить бездомного, помочь человеку так, как ты можешь. Недаром эти слова, не просто так, вернее, эти слова предваряются притчей о талантах. Каждому Бог дает по мере сил то, как мы можем реализовать те добродетели, которые перечисляются дальше. По мере сил. Помните это? Я рассказывал, как один человек, когда были на Афоне, в Пантелеонном мастере, он спросил у монаха, почему Бог не откликается? Я вот столько молюсь, а ничего мне не говорит. Вот древним пророком там являлся и говорил. Тогда было сказано так, Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни. Кого в наших обстоятельствах жизни Бог посылает нам? Голодного? Может, просто просящего человека милостыню? Он не посылает нам другие обстоятельства жизни, потому что знает, что мы их не сможем реализовать. По мере сил. Все, что с нами происходит, происходит не случайно. Во всем этом есть промысел Божий. Если только молим мы Бога, Господи, дай мне душевную спокойствие среди всех, что принесет мне наступающий день. Если мы предаемся воле Христовой и читаем молитву «Отче наш, да будет воля твоя», значит, Господь откликается на это. И Он совершает эту волю в нашей жизни, посылая нам нищих по дороге, когда мы куда-то спешим, посылая, может быть, человека, которому нужна какая-то обычная помощь. Снова повторю, все посылает по силам. Но страшное, снова звучит этот страшный приговор тем людям, которые, это, между прочим, относится к нам, христиане, это видят, но не делают. Имеют эту возможность сделать, но не поступают по заповеди Божией. Им звучат эти слова «И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Да будет с нами не первое предложение этого стиха в муку вечную, но второе, а в жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok